Мы продолжаем и следующая сессия нашей 17 конференции злокачественной лимфомы посвящена проблемам хронического лимфолейкоза. Я с удовольствием хочу представить вам моего сопредседателя и эксперта в области хронического лимфолейкоза Петера Хидмана. Он является профессором экспериментальной гематологии, почетным консультантом гематологов. Это университетский госпиталь города Лидс, Великобритания. Спасибо большое, Петр, что вы согласились на участие в нашей конференции. Для нас это очень интересно и важно. Имя ваше известно и для слушателей возможность пообщаться с вами практически персонально. Это большое преимущество. Спасибо большое. И мы с вами как председатели начинаем эту сессию. С нами вместе Евгений Александрович Никитин, профессор, заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования и руководитель дневного стационара гематологического городского центра города Москвы. Но начинаем мы нашу сессию с доклада Татьяны Евгеньевны Бялик. Она является представителем отделения химиотерапии гемобластозов Научно-медицинско-исследовательского центра онкологии Николая Николаевича Блохина. Татьяна Евгеньевна является специалистом в России известным по хроническому лимфолейкозу и она становится на таком аспекте. Новости в терапии первой линии хронического лимфолейкоза. Татьяна Евгеньевна, мы вас слушаем. Добрый день, уважаемые коллеги, председатели. Большое спасибо за приглашение и тема новости терапии первой линии хронического лимфолейкоза. Добрый день, уважаемые коллеги. Выбор подходящей терапии зависит от биологических факторов болезни и от соматического состояния пациента. Оптимальным результатом лечения является достижение длительной глубокой ремиссии и при сохранении хорошего качества жизни пациента. И последние несколько исследований, которые продемонстрировали нам сохранение баланса между высокой эффективностью и безопасностью терапии. Исследование АЦЛ-СЛ-001, исследование монотерапии Акалабротениба у пациентов, ранее не получавших лечение, показало достаточно высокие результаты. Частота общего ответа составила 97%. Бессобытийная, трехлетняя бессобытийная выживаемость составляет более 90%. Профиль токсичности достаточно приемлемый. 86% пациентов продолжают получать терапию и только 6% пациентов прекратили лечение в связи с нежелательными явлениями. При последующем наблюдении с медианой длительностью 53 месяца показано, что в основном нежелательные явления возникают на первом-втором году терапии. И частота их и интенсивность снижаются с течением времени. Из явлений, нежелательных явлений особого интереса, это фибрилляция, кардиальные явления и геморрагические осложнения. Были они в небольшом проценте случаев, это 3 и 4%, и ни один пациент не прервал терапию в связи с развитием кровотечений или же фибрилляции предсердий. В другом исследовании сочетание околобрутиниба и обинутузумаба и монотерапии околобрутинибом сравнивается с известной терапией обинутузумаб-хлорамбуцил. И также показано преимущество околобрутиниба в этой ситуации. 30-месячная беспрогрессивная выживаемость в группе околобрутиниба и обинутузумаб составляет 90%, хлорамбуцил у обинутузумаб 34%. Причем эти различия стали заметны последние полгода, более заметны последние полгода, потому что 24-месячная беспрогрессивная выживаемость в группе околобрутиниба и обинутузумаб составляет 94%, а хлорамбуцил у обинутузумаб 79%. И вот за последние полгода эта разница очень увеличилась. Общий ответ был хороший во всех, высокий, хороший во всех группах, во всех трех группах. В группе околобрутиниба и обинутузумаб он составил 94%, из них 23% полных ремиссий. Нежелательные явления, серьезные нежелательные явления в группе околобрутиниба и обинутузумаб встречались в 39%. Но явления особого интереса, это фибрилляция предсердий, это кровотечение встречались в достаточно малом проценте случаев, тяжелые явления наблюдались в одном и в двух процентах случаях. Сочетание обинутузумаба и венитоклакса также дает преимущество по сравнению с терапией хлорамбуцил у обинутузумаб. Это было показано в исследовании CLL14. Обновленные данные, медиана наблюдения 39 месяцев. Трехлетняя беспрогрессивная выживаемость в группе ВИДЖЕН составила 80%, в группе хлорамбуцил у обинутузумаб 50%. Медиана беспрогрессивной выживаемости в группе ВИДЖЕН не достигнута за период наблюдения 48 месяцев, с медианой наблюдения почти 40 месяцев. В группе хлорамбуцил у обинутузумаб она составила 35 месяцев, но эта тенденция не сохраняется у больных с неблагоприятным прогнозом. Да, группа в целом отвечает, конечно, лучше на терапию ВИДЖЕН, чем на хлорамбуцил у обинутузумаб. Но, тем не менее, в этой группе пациентов выше риск развития рецидива, чем в группе без наличия неблагоприятных факторов, таких как мутация ТП-53 или же не мутированный вариант хронического лимфолейкоза. Несмотря на то, что было достигнуто большое количество молекулярных ремиссий, частота отсутствия минимальной остаточной болезни на 18 месяцев наблюдения в группе ВИДЖЕН составляет почти 50% по сравнению с группой хлорамбуцил у обинутузумаб, где частота молекулярных ремиссий составила 7,4%. В плане токсичности не отмечалось увеличение токсичности и увеличение каких-то побочных действий с течением времени, но отмечалось в группе ВИНИТОКЛАКСОБИНУТУЗУМАП увеличение количества развития вторых опухолей. Особенно эта разница была заметна в отношении солидных опухолей. Сочетание двух таргетных препаратов и брутиниба и ВИНИТОКЛАКСОБИНУТУЗУМАП также показывает хорошие результаты. Это CAPTIVATE, это МОП-ориентированное исследование с фиксированной продолжительностью. И первичной конечной точкой является уровень достижения молекулярной ремиссии, отсутствие минимальной остаточной болезни. И было показано, что к 15-му циклу 75% пациентов имели молекулярную ремиссию. Частота общего ответа также была очень высокой, составила 97%, но на комбинации двух таргетных препаратов число полных ремиссий составило 51%. И через 15 месяцев у 98% пациентов не было зафиксировано без прогрессии заболевания, то есть беспрогрессивная выживаемость практически 100% составляет. Из нежелательных явлений 3-4 степени было немного. В основном это была нитропения, тромбодиарея, артериальная гипертензия. В основном пациенты получили полный курс речения, и только 5% пациентов вынуждены были прекратить терапию по причине токсичности. Сочетание трех таргетных препаратов – это такая многообещающая тенденция, многообещающая концепция исследования CLL-2-GIF, где сочетались три таргетных препарата. Это обинутузумат, винитоклакс и брутинид. Также первичной конечной точкой являлось достижение молекулярной ремиссии. Это исследование с фиксированной длительностью. Оно небольшое, вошло 41 пациент, но это пациенты, имеющие крайне неблагоприятный прогноз. Все пациенты имели либо делецию 17-й хромосомы, либо мутацию гена ТП-53. И был получен очень хороший эффект. 58% полных ремиссий. У 80% пациентов к концу лечения, к концу 15-го цикла не определялась минимальная остаточная болезнь. Нежелательных явлений было немного. Третьей-четвертой степени было достаточно мало, но выделяется в основном это инфекции. 20% тяжелых инфекций третьей и четвертой степени. А в целом этот трехкомпонентный режим, он очень как бы имеет хороший профиль токсичности. Другой ингибитор второго поколения, ингибитор тирозинкиназа брутона, в сочетании также трехкомпонентная схема, это изонубрутинип, обенатузумаб и винитоклац, в первой линии терапии показали тоже блестящие результаты. Это тоже МОП-ориентированное исследование, тоже с ограниченным количеством времени, с фиксированной длительностью. Общий эффект был порядка 90%, из них полных ремиссий 57%, 62% пациентов достигли первичной конечной точки, то есть достижение молекулярной ремиссии, отсутствие минимальной остаточной болезни, в среднем через 8 месяцев. То есть трехкомпонентная схема позволяет получить очень высокие эффекты при сокращении продолжительности лечения. Из нежелательных явлений, в основном это третьей-четвертой степени, это были тромбоцитопения, нейтропения. Синдром лизиса опухоли на этой терапии высокоэффективный, не наблюдалось. Не наблюдалось также и каких-либо кардиальных или геморрагических тяжелых осложнений. Режим очень безопасен. И таким образом, долгосрочные наблюдения за терапией аколабрутинибом показывают его высокую эффективность при сохраняющемся благоприятном профиле токсичности, в том числе у пациентов с неблагоприятным прогнозом. Обновленные данные исследований CLL-14, исследования терапии ВИДЖЕН, показывают, что в группе получавших ВИДЖЕН увеличивается количество вторых опухолей. Это требует дальнейшего наблюдения и пациенты с неблагоприятным прогнозом с наличием мутации ТП-53, комплексным кариотипом имели более высокий риск развития рецидива. Комбинированная терапия на основе трех таргетных агентов с различным механизмом действия показывает очень высокие результаты при хорошем профиле токсичности и при уменьшении продолжительности лечения. Спасибо за внимание. Татьяна Евгеньевна, спасибо вам огромное за очень четкую, понятную презентацию. Вы познакомились с нас с основными очень важными событиями в области хронического лимфоликоза. Я боюсь, что у нас нет времени, чтобы обсуждать вопросы, задавать вопросы, поскольку мы несколько запаздываем. Поэтому я с удовольствием передаю слово профессору Питеру Хилмену. Питер Хилмен очень известный эксперт в области хронического лимфоликоза. И не только. Мы знаем, что именно ему принадлежит честь прорыва в области пароксизмальной ночной гемоглобинурии, препарата Кулизумаб, изучение биологии этой болезни. И также целый ряд новых исследований при хроническом лимфоликозе, которые поменяли нашу клиническую практику, принадлежит ему и его группе. Пожалуйста, профессор Пит Хилмен, вам слово. Питер Хилмен, вам слово. Большое спасибо. И большое спасибо за приглашение выступить на вашей замечательной конференции российского общества онкогематологов в Москве. Спасибо. Итак, что касается моей задачи, то тема выступления «Выбор последовательности терапии при хроническом лимфоликозе». Вы видите раскрытие конфликта интересов, что касается ХЛЛ. А что касается моего выступления, я остановлюсь прежде всего на вопросах секвенирования терапии по поводу ХЛЛ. В зависимости от того, что просят от нас пациенты, вопросы, связанные с ролью химиотерапии, о чем уже говорилось до этого, какова должна быть первичная терапия по поводу ХЛЛ. И аспекты, связанные с тем, стоит ли использовать анти-CD20 или винтоклакса плюс анти-CD20, также использование ингибиторов фатирозинкеназа брутона. И, безусловно, мы должны помнить, что есть еще также и аллогенная трансплантация, которая может сыграть большую роль в будущем. Что касается ситуации, в настоящее время шесть рентгизированных исследований, третьей фазы ибрутенип плюс хорамбуцил, также ибрутенип бендамуцин, ибрутенип плюс абинтузумап плюс хорамбуцил, акалабрутенип плюс непосредственно абинутузумап мы видим, что эти исследования продолжаются, у нас уже есть интересные результаты, фиксированные комбинации, определенные длительности терапии, и мы видим, что это исследование, допустим, вот резонат-2, где у нас уже получены вполне убедительные результаты и данные, которые показывают, что комбинированная терапия довольно эффективна, когда мы говорим прежде всего о химиотерапии, комбинация дает гораздо лучшие результаты, а это непосредственно данные по пациентам с рецидивом на значение химиотерапии, мы видим те результаты, которые были получены в последнее время исследования Лусит, пациенты, которые были на одной линии терапии до этого, сейчас исследование Лусит показалось, что у нас гораздо лучшая общая выживаемость у подобных пациентов в течение двух лет, особенно когда мы используем режим ФСР и химиотерапия дает нам здесь довольно хорошие результаты, вот видите, в том числе пятилетние результаты, частота общего ответа, это данные по Бенда-Мустину плюс ретуксимапа, которые дают нам очень хорошие результаты в подобной ситуации, это результаты последних исследований, которые подтверждают данную гипотезу о том, что у нас есть много разных возможностей, это еще один важный аспект, связанный с иммунохимиотерапией, и здесь мы видим, что у нас уже есть много данных, которые связаны непосредственно с схемой клональной эволюции при HLL мы видим, что касается непосредственно иммунохимиотерапии, режим FCR дает нам очень хорошие результаты, как это показано здесь, и мы видим ситуацию с пациентами, лечение FCR, потом рецидив, после этого последующая химиотерапия, здесь может возникать несколько проблем, это означает дополнительная химиотерапия, может быть таргетная терапия, назначение ибрутиниба, и впоследствии приходится дополнять режим какими-либо другими препаратами, и, конечно, что касается ситуации с точки зрения биологии, то мы видим, что непосредственно патофизиология и таргетирование патофизиологии при HLL является очень важным аспектом, в том числе таргетирование соответствующих путей, использование ингибиторов тиросинкеназы брутона дает нам неплохие результаты, особенно когда есть экспрессии K67. Какие есть еще данные, особенно при случае рецидива? Вы видите еще одно исследование, что касается непосредственно когда мы ставим диагноз HLL или MLL, то у пациентов может быть более одной предыдущей терапии, может быть оценка непосредственно пойкок от нуля до одного, и безусловно оральное назначение ибрутениба, а также внутривенное введение офатумумаба, сравнение между этими двумя группами, результаты исследований еще не окончательные, но промежаются, а здесь вы видите окончательные результаты анализа резонет, значительные улучшения, что касается четвертой линии терапии у подобных пациентов, и мы видим, что в том числе у пациентов с высоким риском там есть мутация ТП-53, а здесь вы видите дополнительные результаты, выживаемость без прогрессирования с делицией 17П, делицией 11К, показанная красным цветом, делицией 17П. Что касается выживаемости, что-то со звуком, что-то со звуком у нас, Владимир, мы вас не слышим. Елена, будьте добры, я здесь. Да, хорошо, ждем перевода. Итак, трудности в использовании ибрутениба офф-таргетно. Как вы видите, у нас есть как минимум 9 других теразинкинас или ингибитор-брутонкинас, которые представлены здесь, и безусловно, это создает определенную трудность. И есть повышенные риски, в частности, кардионежелательных явлений, которые представлены здесь, и вы видите результаты исследований, проведенные несколько лет назад, которые говорят о том, что мы можем выявлять пациентов, которые могут иметь более высокие риски кардиотоксичности, представленные и здесь по оценке шкале риска в зависимости от возраста, от пола и предшествующих кардиозаболеваний в анамнезе. И в этой ситуации мы, конечно же, можем выделить пациентов очень высокого риска. В то же время у нас есть и пациенты низкого риска. Итак, перед вами данные одного центра ВАХАЮ, который показывает действительно высокую частоту развития гипертензии и кардиоосложнений с течением времени. Это лонгитюдный анализ на протяжении трех лет, и вы видите, что практически 50% пациентов дали кардиотоксичность. Данный слайд посвящен разработке более специфичного ингибитора брутонкиназы, окалабрутенипы, и, возможно, он уже где-то зарегистрирован. И вы знаете, что разрабатывается и новая зона брутенип, и это, конечно же, более высокая специфичность, высокая селективность. И вы видите, офф-таргетные киназы представлены красным, и вы можете видеть, что в случае окалабрутенипы и ингибиторов брутонкиназы следующего поколения мы можем видеть меньший процент офф-таргетных воздействий. Поэтому действительно это имеет значение, потому что мы в этой ситуации видим улучшенный профиль токсичности. Есть еще одно рандомизированное исследование, которое было представлено примерно год назад в рецидивирующем сценарии окалабрутенип, главным образом против идолизиба и с ретоксимовым либо с БР. Это, собственно, было на усмотрение лечащего врача, и пациенты были ранее привлечены системной терапией. И здесь слева вы можете видеть ВБП по окалабрутенипу, и вы видите, конечно же, очень хорошие преимущества, и отношение рисков составляет 0,27, то есть это снижение на 78%, и дальше мы видим с вами соответствующие эффекты по группе изделяется и 17П с мутированным или не мутированным статусом по АЖЕЧИ, и это как раз представлено справа внизу. Вы видите, опять же, преимущества и в этой ситуации. Давайте посмотрим на профиль безопасности, что мы можем сказать по данным исследования СЕНТ. Ну что ж, да, есть головная боль, ну, есть определенные нежелательные явления, которые проявляются на первые 2-3 недели терапии, но не дольше. Фибрилляция, как кажется, снижается в течение времени, ну, в общем и целом, она составляла примерно 6% пациентов, гипертензия 5%. Поэтому мы пока еще ждем, ждем, конечно же, прямого сравнения, потому что исследование уже включило всех требуемых пациентов, и сейчас мы ждем, каким образом это будет работать. Это несколько исследований, и я надеюсь, что по этим результатам мы можем найти наиболее приятный профиль безопасности. Давайте посмотрим на ИДЛАЛИЗИП. Перед вами фаза 3, ИДЛАЛИЗИП в комбинации с ретоксимабом в рецидивирующем ХЛЛ. Это финальные результаты по ВВП, первичная и конечная точка, а также по общей выживаемости. Вы видите, суммарно 116 пациентов, и вы видите, каким образом расходились кривые, мы видим ВВП, представленную слева. Но трудность относительно следующего поколения, видите, мы видим расхождение кривых буквально с самого начала, буквально с первого приема на фоне ИДЛАИЗИП по сравнению с фатумумабом в фазу 3 исследования ДУО в рецидивирующем рефракторном ХЛЛ. Но трудность, о которой я, собственно, хотел сказать, и почему, собственно, мы видим действительно развитие осложнений, и вы видите, что это и диарея, и это колиты, и половина пациентов, примерно половина пациентов имеют достаточно тяжелую диарею, примерно четверть пациентов имеют диарею в степени 3-4, и, безусловно, это существенное ухудшение качества жизни, колиты, пневмониты, и мы видим с вами действительно, что в дальнейшем мы только увидим увеличение определенных типов нежелательных явлений при ингибировании данного механизма. Итак, давайте поговорим о таргетировании патофизиологии при ХЛЛ, потому что у нас есть две интересные грани, есть пролиферация и есть апоптос, и терапия может потенциально воздействовать по-разному на это. И перед вами исследование мурана. Это рецидивирующий рефракторный ХЛЛ, где использовался бедамустин, ритоксимаб и венглодировки 400 мг перорально. И вы видите, что винитокласкс использовался в стандартной дозе. Это, собственно, была конечная точка, которую видели на предыдущем графике. И при дальнейшем наблюдении за пределами 48 месяцев мы видим с вами данные по ВВП. я напоминаю вам, что пациенты завершали терапию через 2 года после организации и затем продолжали в расширенной фазе. То есть, эти пациенты продолжали оставаться в ремиссии и не рецидивировали. Поэтому сейчас у нас уже есть период наблюдения 4 года по данным мурана. И вы видите, что мы видим 57% по сравнению с 4,6% в группе бендамустина. Безусловно, говоря об общей выживаемости, это не самые последние данные, но, тем не менее, это хорошие опции переключения пациентов, условно говоря, из группы бендамустина в группу тирозинкиназ. И вы видите, что когда мы используем последующую терапию так же, как мы использовали протоколы мурана, те пациенты, которые рецидивировали, то мы видим с вами, что в группе венитоклакса у нас всего лишь несколько случаев рецидивов на последующей терапии. А большинство получает преимущество. Ну и давайте посмотрим на группу БР. Те пациенты, конечно же, имеют, наверное, самую высокую частоту по сравнению с другими группами и подавляющее большинство, безусловно, рецидивируют, и поэтому это нужно принимать во внимание, потому что это будет оказывать влияние на общую выживаемость. Перед вами соответствующие ответы, которые мы видим по бенда. Вот, посмотрите, примерно 60% ингибитор BDI и примерно 9% это ингибитор PI3K, венитоклакс примерно 10%, и вы видите, что примерно 2,3% имели либо полный, либо частичный ответ по данным правого графика. Данные по общей выживаемости в исследовании мурана мы видим с вами существенные преимущества, говоря о венитоклакс или токсимабе, несмотря на переключение, несмотря на переключение, которое делалось, потому что мы понимаем, что это, как правило, размывает полученные результаты, но тем не менее предполагается, что в реальной терапии мы будем видеть больше преимуществ, чем поздних токсичностей. Давайте посмотрим на профиль безопасности Венар. Это неплохая комбинация. Видим, конечно же, нитропинию, и, в общем-то, она требует определенной поддержки с нашей стороны. Вы видите, что примерно 60% пациентов репортировали фибриленитропинию. Затем вы видите тумор-лизис-синдром, который также, в принципе, вполне управляем. И всего лишь у одного пациента у нас был клинически значимый тумор-лизис-синдром ТЛС. Как я уже говорил ранее, преимущества венитоклакса заключается в том, что его можно эффективно комбинировать. И посмотрите, из всех пациентов, которые были рандомизированы в эту группу, только 30, и вы видите, 83 пациента оказались без прогрессирования. 23 пациента, как вы видите, также без прогрессирования, но в частичном ответе. Но те пациенты, которые имели высокое бремя заболевания, это, соответственно, красный цвет, и вы видите, соответственно, от 300 до 1000 клеток, то в этой ситуации мы видим уже меньший процент, и, соответственно, к 22 месяцам медиана составляла 27 процентов. Перед вами кривые каплана-майера, минимально садочные болезни с момента окончания терапии, то есть мы видим с вами, что у большинства пациентов мы достигаем МОБ-отрицательности, то есть пациенты остаются в ремиссии. Итак, интересный вопрос относительно повторного пролечивания пациентов с тем же самым режимом в ней доклад циритоксимаб при рецидивирующем ХЛЛ, но, допустим, у нас была глубокая ремиссия, пациент прекратил прием, а затем повторное пролечивание, то есть насколько это возможно и в исследовании МУРА, но, собственно, у нас есть 49 пациентов, которые прошли именно через эту стратегию и, соответственно, мы видим с вами тех пациентов, которые были пролечены, затем прекратили терапию, сошли с терапией, затем примерно через 16 месяцев, затем 36 месяцев, вы видите путь индивидуального пациента, хотя три пациента, которых я показала в самом низу, смотрите, вот эти три, они имели короткую длительность терапии, чуть меньше года даже, видите, три нижние линии, а затем синий период, это вне терапии, а затем прогрессирование, и пациент снова ответил, пациент снова ответил на эту комбинацию, поэтому это говорит о том, что, в принципе, потенциально мы могли бы использовать такую же терапию у тех пациентов, которые срецидивировали ранее. Что по поводу ответа на винитоклаксу пациентов, которые дали неудачу на пиатрике ингибиторах и на ингибиторах протонкиназа, перед вами данные, представленные на АСКО. Слева мы видим общую выживаемость, то есть пациенты, которые отвечают, дальше ВВП это по центру, и вы видите, что пациентов с исследующим характером ХЛЛ, и брутинип, и или дализип, которые назначались по сравнению медиана ВВП составила 24,7 месяца, а медиана длительности и медиана общей выживаемости даже не были достигнуты, то есть вы видите, что эти пациенты отвечали в дальнейшем на другие таргетные варианты терапии. Перед вами данные реальной клинической практики, опубликованные группой МАТ, представленной в прошлом году на ЭШ в 2019 году. Многоцентровое ретроспективное исследование, 31 генцентр в Великобритании и в данном случае оценили когорту, который сначала получал Венитоклакс, а затем их переключили либо на ингибиотерапию ТК, либо на ингибиотерапию А3К, либо на клеточную терапию и как вы видите, это данные реальной практики, то есть мы можем анализируя это, делать интересные ВВД. Здесь мы видим с вами подразделение по группам, то есть слева те пациенты, которые были в БТК нелеченые и вы видите достаточно высокая частота ответа на Венитоклакс, если они ранее не получали ингибиторы брутонкинас и это был они не получали ранее БТК ингибиторов. Дальше вторая колонка это те пациенты, которые уже получали другие ингибиторы брутонкинас до Венитоклакса затем слицидировали и это могли быть уже очевидно резистентные пациенты и мы видим уже с вами сниженный ответ и это собственно неудивительно и дальше справа следующая колонка это те пациенты, которые непереносимость имели к предшествующей терапии и здесь ответ очень неплохой и далее пациенты, которые получали и ДЛЗИП, а затем ингибитор БТК, затем Венитоклакс и здесь мы видим не очень хороший ответ и в случае КАРТ, это небольшое число пациентов как кажется они также отвечали довольно неплохо если мы посмотрим вот на эти группы которые представлены слева вверху это те пациенты которые имели хорошие ответы и внизу слева мы видим насколько пациент был пролечен ингибитором брутонкиназа или нет то есть на самом деле мы видим сами что если он не получал то тогда мы получаем в общем-то довольно-таки хороший ответ и справа вы видите соответственно ВБП после аллогенной трансплантации либо после карты клеток безусловно мы понимаем что проблема с терапией заключается в появлении резистентности в том числе специфической резистентности которая наблюдается в общем-то в отношении практически всех препаратов в том числе и БТК ингибиторов и мы видим с вами что появляется мутация С481С это то что мы видим здесь справа это появление мутации ГЛУ-101 ВАЛ который также обеспечивает сначала ответ год или два затем они приобретают резистентную мутацию и требуется поиск новой терапии итак возвращаясь к нашей визуализации которую я уже показывал ранее когда мы говорили о последовательной терапии вот перед нами допустим пациент у которого допустим есть очень выраженная клональная сложность то допустим мы назначаем химиотерапию а затем и брутинип то есть шанс того что примерно треть пациентов будут резистентны будут резистентны в конечном итоге и вы видите что светло-голубой это мутантный вариант и мы видим примерно то же самое в случае винитоклакса то есть это говорит что скорее всего таргетные терапии нужно использовать достаточно рано как мы уже и видели во многих исследованиях что по поводу карты клеток это уже неоднократно упоминалось итак первые случаи успешной карты терапии были опубликованы уже очень давно в 2011 году и с того момента множественные публикации поддержали хорошую ремиссию даже у сильно предреченных пациентов общая дезида ответа достаточно высока но есть публикации что действительно пациенты могут получать эту терапию даже после бротиниба даже после множественных других линий ну и вот сейчас возможно вы знаете что возникли определенные проблемы с лимфодеплецией и вы видите что это фаза 1-2 и в этом исследовании которое было представлено доктором Сидике на Аше в прошлом году было показано что BTKI и винитоклакс дают довольно неплохую частоту ответа и с хорошим процентом МОБ и вы видите что это достигло выше 75% пациентов по данным этого исследования то есть да это возможно терапия спасения если пациенты дадут неудачу на ГБ3BTK использовать винитоклакс ну и безусловно появляются новые подходы которые собственно не требуют Т-клеток пациентов возможно это будут другие варианты так называемые кар-трансдуктивные клетки естественные киллеры в 19 положительных лимфоидных опухолях то есть это кар-т-клетки и возможно они будут иметь большую роль в дальнейшем поскольку эта технология становится все более доступна и хочу показать вам степень успеха вот смотрите слева пациенты которые получали терапию затем рецидивировали получали какие-то ответы а затем справа видите каким образом мы видим общую выживаемость на фоне данной терапии ну и наконец руль аллогенной трансплантации остается она или нет и кто-то говорит что ее уже больше нет но я хочу все-таки показать что на самом деле это потенциальная возможность излечения для пациентов с особенно высоким риском хэллоу вы видите исследование GCLLSG которое представляет хорошие данные по общей выживемости в этой ситуации и так суммируя каковы основные цели терапии при хэллоу безусловно наша задача улучшение симптоматики улучшение качества жизни контроля над заболеваниями и естественно обеспечить как можно более долгий интервал без терапии то что доступно и каким собственно образом это будет влиять на биологию заболевания как выруб будущие стратегии что было предшествующей терапии ковой биологии заболевания все эти факторы могут оказывать влияние кроме того и выбор пациента ну и наконец последнее мы понимаем что что же мы выбираем при рецидивирующем хэллоу безусловно необходима непрерывная терапия до прогрессирования и пероральные варианты являются более приемлемыми поскольку это амбулаторный сценарий сейчас есть много исследований и мы получаем потенциально неплохие ответы даже в группах плохого риска и безусловно комплайнс пациентов и нишевые эффекты могут иметь значение терапия фиксированной длительности это тоже интересные преимущества здесь свои преимущества пациенты остаются в ремиссии на определенный период без терапии и как кажется это даже экономически оправлено но потенциальные минусы понятно что один размер никогда не подойдет всем и поэтому мы должны внимательно оценивать пациента насколько действительно он или она подходит по соответствующий профиль потому что это могут быть пациенты с неблагоприятным риском ТП53 либо другими факторами риска и в период ковид безусловно в первую очередь нас интересует безопасность наших пациентов и меньшее присутствие пациентов в клиниках и так завершая это в том что мы эффективно провели этих пациентов которые получают терапию правильно использовать последовательность какую последовательность с чего начать чем продолжить для достижения максимально оптимальных исходов большое спасибо за внимание Большое спасибо профессор Хирман сложная проблема потому что как только появляется новая опция в лечении той и иной патологии естественно нужно найти нишу ее использования и чем больше возможностей терапевтических при одном и том же показании тем сложнее понимать последовательность их использования спасибо очень взвешенно очень обоснованно вы остановились на этой проблеме но мы ее продолжим сейчас потому что вы это затронули ибо для хронического лимфолейкоза безусловно последовательность применения на фоне развития болезни это одна проблема и вторая проблема которая встает и требует обсуждения это что лучше фиксированная терапия или длительная то есть вот эта ограниченная длительность терапии при хроническом лимфолейкозе и здесь есть два специалиста крупных специалиста в нашей стране Евгений Александрович который выступает за и профессор Питер Хевлин который против такого ограниченного времени при использовании препаратом слушаем вас Евгений Александрович уважаемые коллеги да я выступаю против бесконечной терапии и думая об этой презентации я искал в британской литературе цитату у классиков которая подходила бы этой теме но нашел ее не в британской литературе а в немецкой Гете который сказал choose well your choice is brief and yet endless и мне кажется что эта цитата подходит потому что тема действительно очень сложная комплексная а ответ находится где-то посередине действительно действительно я согласен что и брутениб и вообще терапия постоянная ингибиторами брутонтерозинкиназы она подходит пожилым пациентам где у нас нет цели добиться ремиссии и нет необходимости добиваться неопределяемого уровня минимальной остаточной болезни что хорошего можно сказать об брутенибе что этот препарат потрясающе эффективен вот на этом графике сравнение кривых общей выживаемости у пациентов которые получали монотерапию и брутенибом и иммунохимиотерапию это наши пациенты Боткинской больницы речь идет о рецидивах вы видите какое огромное преимущество дает нам терапия и брутенибом еще что хорошего что и брутениб очень удобен в применении это таблетки операльный прием и он хорошо переносится если мы попробуем сравнить яблоки и апельсины то есть возьмем ветку и брутениба из Эйзонейд 2 и возьмем ветку Дживен из СЛ14 то посмотрите прекратили лечение в течение первого года из-за токсичности 8% на и брутенибе и 18% больных которые получали и Дживен то есть препарат проще переносится на самом деле когда мы начинаем лечить пациента и брутенибом у нас наблюдается небольшой всплеск инфекции да и у нас может быть у некоторых пациентов наблюдается усугубление аутоиммунных феноменов но в принципе большинство пациентов прекрасно переносит препарат на первых порах да и вообще почему мы обсуждаем трудности с проведением бесконечной терапии ведь ее получают миллионы людей во всем мире это пациенты с гипертонической болезнью с сахарным диабетом с заболеваниями соединенной ткани и так далее все они получают постоянно препараты что такого особенного в хроническом лимфоликозе две вещи во-первых хронический лимфоликоз это опухоль то есть это меняющаяся субстанция которая проделывает клональную эволюцию и то в каких условиях проходит эта эволюция может быть не безразлично одно дело когда она происходит сама по себе на момент наступления рецидива и другое дело когда она происходит в условиях постоянно действующего фактора селекции когда мы применяем ибрутиниб и второй важный момент все-таки токсичность ибрутиниба она больше чем токсичность препаратов которые находят широкое применение для лечения гипертонии сахарного диабета и других состояний это важно давайте попробуем сравнить все-таки постоянную терапию и терапию с фиксированной продолжительностью я прошу прощения тут у меня несколько ошибок в английском языке так случайно получилось в надписях но когда мы лечим пациента постоянно то у нас нет четкой стратегии нет ясной цели терапии а это всегда плохо когда у вас нет ясной цели терапии вы скажете ну а мы хотим добиться контроля над болезнью и все да но тогда любая ситуация которая возникает будь то прогрессия или будь то токсичность какая-то будет ставить вас в тупик потому что вы не знаете как поступать правильно редуцировать ли дозу отменить ли препарат когда на ранних этапах можно ли это делать на ранних этапах или можно в середине когда пациент ремиссии или можно ли это делать когда пациент начинает прогрессировать когда у вас фиксированная продолжительность то цель ясна – мы хотим добиться ремиссии с неопределяемым уровнем минимальной остаточной болезни. Чем больше пациента остается на терапии, тем больше может возникать токсических осложнений. Это просто неизбежно, и больше возникает прерывов в терапии. Когда мы лечим пациента в курсовом формате, то это традиционный, более понятный способ лечения. И введение токсичности нам также более ясно. Наконец, что такое рефрактерность скабрутениба? Она менее определена, потому что многие пациенты не выходят в ремиссию, у них остаются увеличенные лимфоузлы, небольшой ликоцитоз, лимфоцитоз. И у многих из этих пациентов может увеличиваться лимфоузлы, может возрастать лимфоцитоз, а потом самопроизвольно разрешаться. Это более туманный вопрос. Когда начинать лечение, когда переходить на другое лечение, если пациент вырабатывает рефрактерность скабрутенибу? Когда у него появляются первые признаки прогрессии? Или ждать до показания к началу терапии, традиционную для хронического лимфоузлы? Непонятно. Если же вы делаете стандартную курсовую терапию, то тогда рефрактерность ранний и поздний рецидив определяется стандартным, понятным образом, то, к чему мы привыкли. И когда мы начинаем лечение, тоже абсолютно понятно. Ну и наконец, вот сейчас, в общем-то, ответ на винитоклакс у пациентов, которые оказываются рефрактерны к абрутенибу, его нельзя считать удовлетворительным. Ну и наконец, то, о чем я уже сказал, это мы сейчас не располагаем никакой информацией о том, что лежит в основе биологии, трансформации, которая происходит на фоне лечения абрутенибом. У нас есть много данных уже по долгосрочной токсичности абрутениба. Ну вот, например, публикация, в которую вошли все ключевые эксперты в Европе, наверное, и в США, занимающиеся хроническим лимфоликозом, мы видим, что токсические осложнения в целом снижаются со временем, но некоторые из них, фибрилляции предсердия, и в особенности гипертензия, в частности, они персистируют. Пожалуйста, посмотрите, вот гипертензия все-таки устойчиво возрастает, фибрилляция устойчиво возрастает, и другие осложнения тоже существенно не убывают. Я могу поделиться с вами и нашим собственным опытом. Это мерцательная аритмия, которая была в нашем исследовании. У нас 306 пациентов вот в этом анализе находились под наблюдением, и там было всего 53 пациента, у которых она развилась, и новых случаев 36, я не вижу цифру, извините, здесь. Но кумулятивный риск составляет 17% в 2 годах мерцательной аритмии, и да, действительно, если пациент имеет фибрилляцию в анамнезе, и если у него инфаркт миокарда, то тогда вероятность развития фибрилляции предсердия значительно выше. Более того, опять мы давайте обратимся к британским рекомендациям, которые выпустили специальное уведомление, MHRA выпустила специальное уведомление о том, что на фоне ибрутиниба могут происходить случаи желудочковой аритмии, и это наблюдается у нас, потому что у нас 3 внезапных смерти на ибрутинибе, реактивация вируса гепатита B и инфекции. То есть все это, безусловно, говорит о том, что этот препарат не совсем безопасный. Ну и у нас есть несколько больших исследований из реальной практики по частоте отмены ибрутиниба. Например, одно исследование опубликовано МАТО, там было 9 центров США плюс регистр Connect, и частота отмены ибрутиниба при медиане срока наблюдения 17 месяцев составила 41%, а из-за токсичности отменили 20% больных. Есть прекрасная работа UKCLL Forum, и она была представлена в виде тезиса на IWCL 2019, но у меня нет, сейчас я не могу показать их слайдов, я могу сказать просто то, что авторы обратили внимание, что частота отмены препарата в реальном мире составляет 50%, тогда как в клинических исследованиях только 12%, при том, что прогрессия, примерно, частота прогрессии примерно одинакова. То есть да, действительно, многие пациенты, увы, отменяют препарат из-за осложнения. Я бы сказал, что это сложный вопрос. Вот мы такой частоты, конечно, не видим. У нас, значит, при медиане срока 24 месяца, в 256 больных наблюдаются, значит, частота отмены составила всего 7,5% по токсичности. Я думаю, что переход на отмены или переход на другую терапию в значительной степени определяется наличием альтернативы. У нас в России альтернативы поменьше, поэтому наши пациенты дольше остаются на терапии. Но так или иначе, факт остается фактом. Это лечение, в общем-то, небезразличное. Я не могу пролистнуть следующий слайд. И, конечно, вот что происходит, если мы говорим о хомо сапиенс и брутинибикум. Это пациент, у которого высокий риск кровоточивости, и он потерпевает различные хирургические операции, фибрилляция предсердия, которая несет с собой комплекс проблем, гипертензия, риск осложнений, миалгия, артралгия не улучшают состояние пациента, инфекции, кожная токсичность. Все это, конечно, некая проблема. Ну, наконец, клональная эволюция. Подчеркну, что тем проблемам, которые у нас есть, это отсутствие эффективного лечения по поводу синдрома Рихтера. И то, что большинство, 70-80% больных синдромом Рихтера, это пациенты, которые не переносят никакую химиотерапию, даже ЧОП, добавляется то, что мы совершенно не понимаем биологию опухоли, которая будет развиваться на фоне постоянной терапии брутинибом. С другой стороны, фиксированная терапия, например, в СЕЛ-14, говорит нам о чрезвычайно высокой эффективности. Посмотрите, сколько пациентов достигают ответа. И посмотрите, что в 14-м трайле использовали секвенирование следующего поколения для оценки минимальной остаточной болезни. И 42% больных достигают уровня меньше 10 в минус 6. Я думаю, что некоторые пациенты из этих больных излечены. Конечно же, впечатляет и комбинированная терапия, которая тоже может использоваться фиксированной продолжительностью. Это исследование MD Anderson Cancer Center, где использовалось комбинации брутиниб плюс венитоквакс первой линии. И посмотрите, как выглядят кривые. Это не кривые, а это уже прямые. Следующий шаг – бессмертие. Ну и профессор Хиллман является автором исследования Clarity, где тоже используется комбинированная терапия венитокваксом и брутинибом. И здесь тоже пациенты могут сниматься с терапией, когда они достигают моб негативной ремиссии, полной ремиссии. И в общем-то это мне представляется разумной тактикой. Поэтому, завершая свое выступление, хочу обратить внимание, что выбор терапии зависит от цели. У пожилых пациентов постоянная терапия полностью оправдана. Пролонгированная терапия ингибиторами брутон-терозинкеназы ассоциируется с осложнениями. Биология трансформации, которая может происходить на фоне терапии ингибиторами брутон-терозинкеназы, нам не ясна. Фиксированная терапия имеет понятные цели. Это более традиционная для нас терапия. Ну и современные комбинации все-таки более эффективны по сравнению с иммунохимиотерапией, что, в общем, позволяет их использовать широко. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Александрович. Вот такой взгляд клинициста с большим, богатым, глубоким, разносторонним опытом клиническим с возможностью и собственного сравнения и опирающегося на ту доказательную базу, которая есть в исследованиях. Он высказал свое мнение за ограниченность, длительность применения. Пожалуйста, профессор Хидман, как вы смотрите на эту проблему, почему вам импонирует больше продолжительное лечение? Большое спасибо, большое спасибо за любезнейшее представление. И я, конечно же, знаю о нежелательных явлениях терапии. Безусловно, да. Ну что можно сказать? Безусловно, но все-таки терапия меняет исходы у наших пациентов. Понимаете? И я считаю, что именно ибрутенип совершил эту революцию. Понимаете, пациенты с Хайлэл, понимаете, они ведь умирают не от нежелательных явлений. Поэтому я лично считаю, что, безусловно, мы видим преимущества по общей выживаемости как минимум в двух исследованиях. А возможно, мы увидим даже и больше. Понимаете? И они рецидируются с ограниченной длительностью терапии. Мы должны четко понять из исследований фаза 3, что есть, конечно же, минусы в терапии, ограниченные длительности. Поэтому давайте посмотрим на следующие данные. Я пытаюсь переключить следующий слайд. Итак, я уже показывала вам ранее это исследование. Исследование Мурана. Итак, это два года. Фиксированные терапии венотоклаксом. Почему два года? Почему два года? МОБ-отрицательных. Но посмотрите, здесь мы видим с вами, мы видим 23 пациента с низкой положительностью, а 14 с высокой положительностью. То есть 83 пациента, то есть 43% пролеченные ВНР оказались МОБ-отрицательными. И вот даже из этих пациентов, посмотрите, менее чем через два года 11 прогрессировали. И вы можете опять же это видеть. Посмотрите, как они рецидивировали. Поэтому фиксированная длительность, она выбиралась заранее, априори, два года. И посмотрите, мы видим, что меньшинство пациентов оказались в конечном итоге глубокой ремиссии. Давайте посмотрим на тех пациентов, которые имеют остаточное заболевание. То есть это 14 пациентов. Все они, посмотрите, они рецидивировали на фоне терапии. И именно здесь мы видим это. И они рецидивируют на более высоких уровнях уже МОБ. И из всех пациентов, кто остался в достаточно неплохой ремиссии, видите, только один представлен здесь внизу стрелочкой. Давайте посмотрим на другие рандомизированные исследования фазы 3. И мы уже с вами видели эти данные. Здесь, опять же, арбитрарное решение 1 год. Ну почему? А потому что нужно было посмотреть на ответ. Поэтому это были нелеченные пациенты, пожилые пациенты с хай-лэу. И мы видим с вами, безусловно, преимущество по ВБП, но все равно они рецидивируют после прекращения. Они рецидивируют. Далее МОБ. Посмотрите, мы видим с вами, среди всех пациентов, которые были рандомизированы в группу Минитоклакс и Абинтузумаба. По сравнению с Лором Муциллом и Абинтузумабом, мы видим с вами фактически достаточно убедительные данные. Давайте посмотрим слева. Мы видим группу ВНО. Это то, что как раз обсуждал мой оппонент. То есть в конечном итоге, в конце терапии, папирической крови, посмотрите, 2 трети, 2 трети. МОБ отрицательные белые столбики. Но с течением времени, смотрите, что мы видим, белых столбиков становится все меньше и меньше. То есть они уже становятся МОБ положительными. И примерно треть пациентов, смотрите, через 2 года, уже положительны по МОБу. Это исследование не показало преимущество общей выживаемости на протяжении 12 месяцев терапии. В отличие от тех исследований, которые мы видели с ингибиторами Брутонкинас. Поэтому фиксированная длительность, она возможна, да. Но на самом деле у нас почти нет данных по повторному проличиванию. Почему мы, опять же, выбираем универсальный подход, один размер для всех, когда все-таки, возможно, нам следует индивидуализировать длительность терапии. Кто-то отвечает быстрее, кто-то медленнее. Есть определенные подгруппы пациентов, где, возможно, непрерывная терапия будет крайне преимущественна. Но то есть и безусловно, и причем это динамически меняющаяся группа, потому что биология пациента тоже может меняться. Давайте посмотрим данные по ТЭП-53 и 17ПИ. Посмотрите, вот слева мы видим с вами ибрутинип, исследование NIH. Давайте посмотрим на ВБП. Мы видим с вами для нелеченных. И посмотрите, 17ПИ. В конечном итоге ВБП 85%. А теперь то же самое. Через 3 года это уже 60%. И вот эти пациенты срицидировали на фоне терапии. Поэтому, возможно, возможно, все-таки, наверное, стоит поддерживаться той терапии, которая показывает нам не просто преимущества по ВБП, а по общей выживаемости. Ведь мы именно здесь их видим. Ну, давайте посмотрим на пациентов без мутаций. Перед вами данные по немутированным пациентам. И мы видим с вами эти пациенты. Видите, 3 года наблюдения. Резонат 2. И мы видим ВБП на ибрутинипе с мутированным и не мутированным вариантом. Различается в то время как при фиксированной длительности. Смотрите, когда 12 месяцев априори, то мы видим с вами примерно 80%. То есть, в общем-то, к сожалению, не лучше по ингибиторам брутонки нас. Но все равно они, конечно же, рецидивируют. И большинство пациентов, они все-таки с мутированным вариантом. Но, к сожалению, данные по фиксированной длительности в этой ситуации очень ограничены. И поэтому здесь непонятно, что лучше. Но я напоминаю вам, что, безусловно, это оказывает влияние на общую выживаемость, на самую жесткую конечную точку. И, безусловно, конечно же, есть и рефракторные варианты. Итак, мои выводы. Итак, говорить о фиксированной и постоянной терапии в ХЛЛ, безусловно. Для этого нужны исследования фазы 3. И у нас есть очень мощные исследования фазы 3, которые все действуют в пользу непрерывной терапии. И мы видим ключевые преимущества. Потому что пациенты не приезжают в больницу. Это проральная терапия. У нас не так много таких препаратов. И, опять же, мы видим, что это хорошее преимущество по ВВП, по общей выживаемости. И это может использоваться в ранней линии. Эффективная стратегия, да, даже при плохом риске. Но даже и не мутированные. А это большинство наших пациентов даже здесь. Ну, давайте посмотрим на минусы фиксированной терапии. Тут плюсы, а здесь минусы. Почему? А зачем нам нужна она? Потому что, на самом деле, что терапия должна прекращаться у всех положительных пациентов или же нет. И дальше нас беспокоят пациенты плохого риска. Потому что, на самом деле, сейчас есть много исследований фазы 3, которые смотрят на реальные различия фиксированной длительности. И, возможно, оттуда мы узнаем больше данных. Далее плохие риски. ТП-53. Ведь они рецидивируют. Рецидивируют часто и тяжело. И мы знаем, что эти пациенты могут стать резистентными. И, безусловно, есть мало данных по немутированным вариантам. Но, тем не менее, они появляются. На данный момент мы видим, пациент приезжает 3 раза в неделю, 5 недель. Затем терапия антителами. Понимаете? И мы считаем, что, в общем-то, это не самое лучшее. Как минимум, в текущем сценарии. Спасибо. Спасибо большое, дорогие коллеги. Вот такая короткая дискуссия, такие дебаты за и против. Надо сказать, что, на мой взгляд, оба эксперта, будучи клиницистами с одной стороны, с другой стороны исследователями и учеными, очень трезво оценили все эти данные, все возможности, которые на сегодняшний день у нас есть. И, наверное, таким общим заключением является даже не столько ответ, кто победил, а ответ в том, что, бесспорно, на сегодня мы говорим о персонализированной терапии. Она не очень хорошо разработана в деталях, но она является целью, потому что, безусловно, только понимание основных позиций, которые мы хотим добиться, основная цель лечения, клиническая, общая клиническая и молекулярная характеристика процесса исходно, наблюдение за этим процессом и понимание в периоде мониторирования, что происходит с биологией процесса и как быть, можем ли мы действительно отказаться от терапии или должны ее продолжить. То есть комплоентность больного, настрой больного, помимо коморбидности, то есть здесь такой огромная палитра характеристик больного и процесса в целом, который, наверное, на той тоже достаточно широкой терапевтической палитре дает нам возможность разобраться в каждом конкретном случае гораздо больше и лучше, чем просто попытаться суммировать и ответить на вопрос «за» и «против». Персонализированный подход с учетом того, что мы можем получить как задачу терапии и повлияет ли это действительно очень хорошо, сказал профессор Хиллман, на очень жесткую точку оценки эффекта, на общую выживаемость. Это то, что требует акцентов и, наверное, все мы в своей клинической практике так и поступаем. Я благодарю вас за эти дебаты. Они были очень элегантными, обоснованными. Спасибо большое. И мы заканчиваем сегодняшнюю сессию докладом, который был выбран из тех постеров, которые нам были присланы. Я говорила, открывая конференцию, что у нас большая активность в этом году с постерами. И, в частности, мы решили предоставить слово Белли Вениаминне Бедерман. Она является старшим научным сотрудником Лаборатории молекулярной биологии в гематологии молекулярной и в НИЦ гематологии, потому что она обладает весьма интересными сведениями о генетических нарушениях у российских пациентов хронического лимфолейкоза с наиболее распространенными стереотипными антигенными рецепторами. Пожалуйста, Белла Вениаминна, мы вас слушаем внимательно. Глубоко уважаемые председатели, коллеги, разрешите поблагодарить организаторов за честь представить на этой конференции наши исследования. Мутационный статус геновариабельного региона иммуноглобулинов в настоящее время является одним из ключевых факторов долгосрочного прогноза при хроническом лимфолейкозе. Еще 20 лет назад было независимыми двумя группами показано, что ХЛЛ делится на две подгруппы с разным клиническим течением в зависимости от наличия мутации в генах вариабельного региона тяжелых цепей иммуноглобулинов. В дальнейшем эти исследования и результаты были многократно повторены. И кроме прогностического значения было также показано предиктивное значение этого фактора, поскольку пациенты с немутированными ВИЭЧ-генами показывают значительно худшие результаты на таких протоколах, как ФСР. Природа устроена так, что мы теоретически имеем возможность огромного многообразия антител, поскольку они соединяются из ВИЭЧ-регионов, потом происходит соединительное разнообразие. Когда эти сегменты соединяются, огромное многообразие возникает. Но тем не менее, с тех пор, как начали исследовать гены тяжелых цепей иммуноглобулинов, исследователи стали замечать, что при ХЛЛ пациенты, которые абсолютно никак не связаны между собой, могут иметь одинаковый набор перестроек ВИЭЧ-генов. В дальнейшем стали замечать, что не только одинаковый набор перестроенных генов, но и сами аминокислотные последовательности также могут быть очень похожими друг на друга. И в настоящий момент суммированы результаты, полученные из 43 институтов, и мне особенно приятно сообщить, что огромный вклад, значительный вклад внесла наша лаборатория. Изучены более 30 тысяч секвенсов иммуноглобулинов, и в настоящий момент выяснено, что у 41% ХЛЛ наблюдаются так называемые стереотипные рецепторы, то есть рецепторы, которые имеют сходные между собой последовательности CDR3. И в настоящее время выделяют 29 основных подгрупп, еще в прошлом году их выделяли только 19, которых в настоящее время уже показано, что более 60 абсолютно несвязанных случаев являются похожими. При этом стереотипные рецепторы, которые выделяются в европейских странах и в России, несколько отличаются. Связано это с тем, что, как было показано ранее, в Европе и в других странах различается сам по себе набор наиболее часто экспрессируемых ВИ-генов. Так мы раньше показывали, что самым частым геном IGHV в России является ген 1.69. Он наблюдается у каждого пятого российского пациента. Соответственно, в России одними из самых распространенных стереотипных рецепторов являются третий и шестой, которые включают в состав этот ген. Самым частым рецептором является СЛЛ-1, также один из самых распространенных в Европе. С другой стороны, в Европе самый распространенный рецептор СЛЛ-2. В основе его лежит ген 3.21, который интересен тем, что может встречаться как в мутированном, так и не в мутированном варианте. Но в России этот рецептор встречается достаточно редко. Какое значение имеет стереотипия для клиники? Она имеет существенное значение. Так было показано, что некоторые подгруппы стереотипных рецепторов могут рассматриваться сами по себе как прогностический признак при ХЛЛ. Например, самая верхняя кривая на этом графике – это пациенты, обладающие стереотипным рецептором 4. У них наиболее благоприятный прогноз из всех вышеперечисленных признаков. В то время как пациенты со стереотипными рецепторами 1 и 2 отличаются крайне неблагоприятным прогнозом и очень коротким временем до начала терапии, то есть сравнимо с кривой для Делеции 17П. При этом, как было показано, для различных стереотипных рецепторов отличается набор наиболее распространенных генетических аберраций. Так, у достаточно агрессивных рецепторов рецептора 2 очень часто встречается мутация в гене SF3B1, при этом довольно редко встречается мутация в гене TP53. У пациентов с рецептором 1 группы наоборот, в 16% наблюдаются мутации в гене TP53, часто мутации в гене NOCH1 и NFKPB. Подгруппа номер 8 также одна из наиболее агрессивных, она характеризуется высоким риском трансформации Рихтера. У них часто бывает мутация в гене NOCH1. Ну а, как я уже сказала, у пациента из-под группы номер 4 она характеризуется индолентным течением, и здесь достаточно редко встречаются любые генетические аберрации. Целью нашего исследования было изучить генетические особенности наиболее распространенных стереотипных рецепторов у наших российских пациентов. Самая распространенная группа CLL1, в которую входят гены семейств 1, 5 и 7, но не 1,69, и DGEN619 и J4. На слайде вы видите приблизительно, как можно отобразить аминокислотную последовательность. В нашей группе было исследовано 30 пациентов, из них у 10 была обнаружена мутация в гене ТП53, при этом у 7 была очень высокая нагрузка мутационная, выше 35%, у 3 были минорные клоны. У 7 пациентов была выявлена мутация в гене NOCH1, у 5 наиболее распространенная мутация, делится двух нуклеотидов, и две другие. Вместе мутации в гене ТП53 и NOCH1 встречались у двух пациентов. Для 25 пациентов был сделан анализ делеции 17P, обнаружено у 8, при этом у 7 пациентов также наблюдалась и мутация ТП53. Делеция 11Q была выявлена у 6 пациентов из 15. В подгруппе CLL6 гены VH169D316G3 у нас исследовалось 17 пациентов, также у довольно большого количества, у 6 пациентов обнаружена мутация в гене ТП53, причем у двух пациентов было выявлено 2 клона. Мутации в гене NOCH1 обнаруживались у 4 пациентов, у двоих одновременно ТП53 и NOCH1. Также у части пациентов в этой группе исследовались мутации в гене SF3B1, но обнаружены не были. Делеция 17P выявлена у 4 пациентов из 14, у троих из них одновременно с мутацией в гене ТП53. И следующая большая подгруппа CLL3, также в основе лежит ген VH169, но другой набор DG генов. Здесь было 15 пациентов, только у двоих выявлена мутация ТП53, но при этом у обоих пациентов было больше одного клона. У двух пациентов выявлена мутация в гене NOCH1, и у половины пациентов обнаружена мутация в гене SF3B1, причем у всех довольно высокая мутационная нагрузка. У одного пациента из 12 выявлена делеция 17P. Таким образом, если суммировать наши результаты и сравнить с литературными данными по всей выборке, скажем так, HLL, можно видеть, что мутации в генах ТП53, NOCH113B1 и делеции 17P для всех трех подгрупп существенно выше у пациентов со стереотипными рецепторами, чем в среднем по выборке HLL. И если данные по делециям 11 и 13 не очень достоверны, поскольку для малого количества пациентов они исследованы, то для мутаций в этих генах это существенная величина. Кроме того, наши данные показывают, что мутации ТП53 и делеции 17P существенно больше для пациентов CLL1 и CLL6, чем по сравнению с европейскими исследователями для таких же подгрупп. Мы это можем связать с тем, что, во-первых, к нам попадали пациенты уже не в первой линии терапии, и поэтому уже клональная эволюция происходит, и мутации получают свое развитие. Кроме того, мы исследовали мутации в гене ТП53 методом секвенирования нового поколения, то есть мы можем обнаруживать уже минорные клоны. И, конечно же, нельзя также исключить и географических особенностей. Таким образом, можно сделать выводы, что у пациентов с тремя наиболее распространенными в России группами стереотипных рецепторов генетические нарушения встречаются значительно чаще, чем в целом у пациентов с CLL. И, конечно же, дальнейшее изучение генетических нарушений в этих и других подгруппах стереотипных рецепторов поможет в будущем улучшить стратификации на группы риска и усовершенствовать терапию. Ну и также, может быть, это внесет вклад в понимание патогенеза заболевания. И в заключении хотелось бы поблагодарить соавторов нашей работы. Она делалась в лабораториях молекулярной гематологии и лаборатории кореологии. И спасибо за внимание. Белла Миямин, спасибо вам большое. Вот такое интересное очень исследование, безусловно, рассчитанное на будущее. И оно привнесет, безусловно, определенный вклад и для нас, клиницистов, не только в чистую академическую науку. Я хотела такой один единственный вопрос спросить. Белла Миямин, все-таки среди общей популяции сколько было больных первичных, нелечных в вашем исследовании? Вы знаете, вот, к сожалению, я не могу сейчас представить точные данные. Я думаю, что первичных половина, а дальше у нас сейчас идет исследование по всей России. И, к сожалению, к нам попадает уже очень много пациентов после нескольких курсов терапии. Ну да, спасибо. Я думаю, что мы хорошо понимаем, что здесь нужно разделять эти характеристики у больных. В дальнейшем, конечно, мы надеемся получить клинические данные и все это тоже так предоставить. Поэтому это очень интересное исследование. Спасибо большое. И я тогда хочу попросить сначала профессора Петра Хильмана, как сопредседателя, подвести итоги нашей сессии. Слушаем вас внимательно. Благодаря за участие. Пожалуйста, профессор Хильман. Большое спасибо. Большое спасибо. Потому что, посмотрите, невероятное быстрое применение, имплементация разных личных технологий, решений и генетических анализов. Ну, вспомните, 10 лет назад, боже мой, да, первый пациент в мире получил эбрутиниф. Всего лишь 10 лет назад. И, может быть, так сказать, для меня так лакс, ну, возможно, чуть меньше. А сейчас сколько комбинаций. И я думаю, что это вполне оправдано. Если мы будем говорить о потенциале излечения пациентов, используя стратегию без трансплантации на фоне комбинированных вариантов терапии. Потому что мы видим эту невероятную скорость прогресса. Понимаете, она только увеличивается. Поэтому в ближайшие 2-3 года я не побоюсь предсказать, что, возможно, будут интересные и большие исследования по биологии и по возможностям терапии. И я уверен, что мы опять будем пересматривать наши алгоритмы, наши стратегии и перспективы пациентов с HL. Спасибо большое, профессор Хирмен. Нам очень ценно, что вы были с нами. Спасибо за участие, потому что вы очень авторитетный исследователь в области хронического лимфолейкоза. И мы это хорошо знаем. Спасибо. Ваше мнение нам крайне интересно. Евгений Александрович, вот перед тем, как дать вам возможность сделать, тут есть один вопрос. Такие, я вот думаю, что, может быть, Евгений Александрович, тут частные вопросы. Вот вы видите в чате ведение. Ну, первый вопрос. Давайте очень коротко, но все-таки ваше мнение о ведении больных хроническим лимфолейкозом в период пандемии. Идет конкретный пример. Успели провести два круга ФЦР с нормализацией показателей крови. Периферические лимфозы, так сказать, здесь тоже клинические. Есть как быть, так сказать, у больного ковид, как я понимаю. Евгений Александрович, ваше краткое комментарий. Значит, итак, пациент 56 лет. Вариант ХЛЛ с мутациями ВИЭйдж-генов. Два цикла ФЦР. По крайней мере, частичная ремиссия. Вопрос. Продолжать терапию или не продолжать? Ответ. Я не знаю. Но дело все в том, что встреча с ковидом для пациента с хроническим лимфолейкозом на любом этапе, будь то пациент без терапии, до начала терапии первой линии, во время терапии, в ремиссии и так далее, в любом случае это чревато очень высокой смертностью, которая составляет 30%. В таком случае, конечно, я бы, в общем-то, и тем более, понимаете, использование антителок СИГ-20, это вообще печи просто сейчас для наших пациентов. Поэтому, если человек достиг хорошего ответа, конечно, мы должны думать о том, чтобы, несмотря на ковид, проводить наиболее эффективную терапию. Но если он с мутациями ВИА-генов, и он получил хороший ремиссер после двух курсов, то я бы, в общем, наверное, все-таки воздержал бы от дальнейшего лечения на неопределенный срок. Вот раньше мы говорили в июне, в апреле, мы говорили, давайте отложим на два, на три месяца, но пандемия-то не заканчивается. Она не заканчивается, набирает обороты. И более того, вирус показывает нам особенности, которые были раньше неизвестны, например, пресистирование вируса, выявление, повторное заражение пациентов, которые вроде бы переболели этим вирусом. Поэтому в данном случае, в общем, я бы воздержался от провожения терапии у этого пациента. Если бы это был пациент без мутации ВИА-генов, я думаю, что я предложил бы иное решение. И второй вопрос, у пациентов, имеющих фабрилляцию предсердия, были ли сопутствующие кардиологические патологии, например, синдром Вольфа-Прокинсона-Вайта. Нет, синдрома Вольфа-Прокинсона-Вайта ни у кого не было. У нас фабрилляция предсердия ассоциировалась, первое, с фабрилляцией в анамнезе, и второе, с перенесенным инфарктом миокарда в анамнезе. И не ассоциировалась с возрастом и с полом. Но другие факторы были подробны, мы не анализировали. Спасибо большое, Евгений Александрович. А можно спросить профессора Хиловна, а как бы он поступил? Он бы ФЦР два цикла провел и прекратил бы лечение, или бы продолжил бы делать ФЦР? У больного с ковидом. У больного в эпоху ковида. Ну, если пациент сам бы был положительный, я бы сразу приклатил немедленно. Потому что у нас опыт после ФЦР исходы на ковиде очень плохие. Ну, совсем прям плохие. Я бы сразу приклатил, даже не размышляя. У нас уже была треть смерти в отделении. Поэтому как только у меня выявляется на ФЦР ковид положительный, мы тут же прекращаем без разговоров. Ну, и даже если пациент был бы отрицателен, и вот сейчас вторая волна, понимаете, я бы не стал сейчас, может быть, эскалировать терапию. И я согласен, что, может быть, с тем, как мы видим сейчас, изменяется пандемия. То есть она не сходит вниз, понимаете, только все ухудшается. Я бы, скорее всего, прекратил окончательно, вне зависимости от положительности даже или отрицательности. Да, я бы прекратил. Я бы склонялся к этому решению. Потому что есть другие эффективные опции. Нет, ФЦР – нет. Спасибо большое. Это очень важное замечание, потому что действительно у нас сейчас потери, дополнительные потери – это очень большой риск. Поэтому вот эта сдержанная тактика, тактика некого выжидания, она абсолютно оправдана, тем более в тех ситуациях, где мы видим уже появившийся клинический ответ. Коллеги, спасибо вам большое. Мы должны завершить его. У нас начинаются уже симпозиумы, которые по времени в 12.30 стартовали. Но я хочу поблагодарить всех участвующих сегодня в этой сессии, ибо, на мой взгляд, она получилась продуктивной, бесспорно научной, клинически интересной, и все наши выводы основаны только на клинической интуиции и доказательной медицине. Спасибо большое. Мы переходим к следующей части нашей конференции. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok